В галерии боевой авиации оказались мирные жители, против которых майданные силовики используют в том числе и запрещенные международными конвенциями боеприпасы. Обстреливаются дома, школы, больницы, детские сады. Киевские власти уверяют, что из зоны боевых действий вывезены все женщины и дети и препятствуют доставке гуманитарной помощи. Павел, ну, как раз, когда речь идёт о детях, очевидно вопрос к вам. Какая действительно сейчас ситуация с детьми? Есть ли возможность хотя бы их вывести из зоны, которую, наверное, уже пора называть зоной геноцида? Потому что иначе это никак не назвать. Когда стреляют, вот сегодня был обстрел в школы, стреляют по больницам, то есть уничтожают жилой сектор, очевидно поставлена задача зачистить и уничтожить всё неугодное население. Ну, хочется верить, что такой задачи нет, конечно. Потому что надо, наверное, начинать с того, что сегодня в Украине просто никто не отвечает за детей. Потому что уполномоченный правом ребёнка, Юра Павленко, который был до этого, его пост упразднили и никого нет. То есть некому даже обратиться. Власти не слышат, они там, очевидно, слепые и глухие. Ответственного лица нет. Но если говорить о жертвах среди детей, вот за последние две недели семь человек детей ранеными доставлены в больницы только Донецка, Донецкой области. Нам в последнюю неделю удалось, вот последние дни буквально, вывести около сотни детей и разместить сейчас в лагерях Крыма. И я напомню, начиналось это всё с того, что нам стало известно про девочку Аню Василенко, которая оказалась случайно в Славянске у тёте своей, без документов. Папа бывший полковник Вооружённых сил Российской Федерации. Въехать не может, ему официально закрыли въезд в Украину. И они в отчаянии обратились к нам. Мы в течение нескольких дней организовали целую спецоперацию, вывезли её. И вот когда стало об этом известно, а мы держали в тайне всю эту операцию, нам посыпались валом, вот реально валом обращения от украинцев, от родственников, которые живут в приграничных территориях вообще в России. То есть спасите наших детей. Да, спасите имя наших украинских детей. Конечно, мы не можем, с одной стороны, вывозить детей из другого государства, другого гражданства без разрешения законных представителей и без разрешения властей. Но в то же время мы и молчать не можем, потому что я не могу не ответить на такие обращения. Что мы сделали за это время? Я сейчас не буду пересчитать обращения в международные инстанции. Самая высшая из них была генеральный секретарь ООН, Пан Гимун, которому я напрямую направил своё письмо. И вот сегодня я ещё направил письмо Нилову Муженкису, это Верховный комиссар по правам человека, Совет Европы. Он у меня год назад был, и, в общем-то, у нас был очень хороший диалог с ним, но тогда ещё не было этих событий. Я обещал помогать. Вот посмотрим, как сейчас Верховный комиссар по правам человека отреагирует. Но мы сделали следующее. Мы, во-первых, подготовили детские учреждения к приёму детей в Российской Федерации, те, которые будут выезжать, и, конечно, законно выезжать из Украины. Сегодня утром не отчитались все губернаторы и вице-губернаторы приграничных территорий, начиная с Крыма и Белгородской области, Курская область, Брянская область, Воронежская утром сегодня отзвонилась. Все готовы. Везде созданы штабы. Ростовская область, конечно. Штабы по приёму детей. Уже чуть меньше 97 детей вывезено в Крым, уже размещены в лагере. Ещё готовы принять до 300 детей в наше учреждение. А коридор силовики дадут? Нет, никакого коридора нет. Это отдельная ситуация, на которую надо обратить внимание. Потому что нарушаются базовые Женевские конвенции, которым, кстати, Украина в 49-м и 77-м году присоединилась и подписывала их как самостоятельный член Совета Безопасности ООН. Вот эти базовые конвенции нарушаются, несмотря на то, что власть сегодняшней Украине пропагандирует и говорит о том, что она приверженец международных обязательств. Что сейчас реально происходит с людьми? Вы вот только недавно вернулись. Каково это жить в центре антитеррористической операции, как это называют силовики? Да, но в общем, дело в том, что я бы даже не использовал и кавычки для этого слова, потому что это просто карательная операция. Это операция по зачистке Донбасса и Новороссии от их жителей. И Тимошенко, и Порошенко, и все остальные эти мерзавцы, которые сейчас делят между собой власть, честно говорили, что Донбасс будет или украинским, или безлюдным. Сегодня они его делают безлюдным, потому что народ однозначно не хочет жить под той оккупацией, которая происходит. Если говорить о целях этой операции, стоит отметить, что здесь не только борьба с теми людьми, кто против оккупации и против того беспредела, который творится сейчас в центральной части Украины и идет на восток. Это еще и попытка отвлечь внимание от этих псевдовыборов, которые прошли. Потому что на самом деле, обратите внимание, никто не обращал внимания уже на результаты, как было честно-нечестно, прозрачно-непрозрачно, потому что мы все видим трагедию нашего народа, народа Новороссии, народа Донбасса, который сейчас гибнет и гибнет сотнями. Каждый день погибают реально сотни. Количество людей не скажет никто, потому что, например, около аэропорта сейчас десятки трупов, которые не могут люди забрать по той простой причине, что только пытаются забрать тело, этого человека убивают. Пользуясь вашим эфиром, я, может быть, использую какую-то частность, но я не могу не сказать. Вот сегодня только опознали тело, царство ему небесное, Николая Леонова. Это парень, 31 год, из Днепропетровской, чемпион мира по кикбоксингу, призер мировых чемпионатов по десяткам видам единоборств. Только что он принял сан. Он абсолютно, ну знаете, редкий, светлый души человек. Он единственный сын у родителей. Вот его сегодня опознали, и сегодня его переправляют в Днепропетровск, в его родной город. И таких судеб сотни, на самом деле, простых жителей Украины, которые гибнут. Если говорить по поводу эвакуации детей, никаких согласований с только не украинскими властями, а украинскими властями мы их называем, потому что Украина, это достаточно неплохое слово было до недавних пор, пока она не попала под оккупацию. Дело в том, что когда в Донецке, вот мы были и с Константином, и с другими нашими соратниками, когда в Донецке начали объявлять гуманитарный коридор, и некоторые семьи поверили оккупантам, что можно выйти через этот коридор, когда они выходили, их грабили, их избивали, причем шли только женщины и дети, да, то есть не было ни вооруженных людей, ни мужчин, ни кого-то еще. Все это называлось гуманитарным коридором для эвакуации людей. Естественно, люди не выходят из Донецка, потому что прекрасно понимают, что они будут ограблены. Мы с вами говорили, ну вот в мое прошлое участие о том, что прошла амнистия, самая крупная за годы Украины. Я как раз говорил, что через две недели все начнется. Вот через две недели вот эти все бандиты, преступники, убийцы, насильники, которые выпущены из украинских тюрем, две недели они прошли курс молодого бойца, беспредельщика по сути, и брошены на Донбасс убивать, грабить и уничтожать. На Донецке аэропорт они уже разграбили, достаточно много видеоматериалов, как бойцы национальной гвардии просто грабят все, что могут. Совершенно верно. Мало того, что разграбили, они еще и уничтожили взлетно-посадочную полосу. По сути, сейчас там могут приземлиться только уже военные транспортники. То есть обычно гражданская авиация в Донецком аэропорту уже летать не сможет при всем желании. Обратите внимание, вчера был подбит вертолет, в котором летел генерал, генерал оккупационных войск, и официальная украинская пропаганда заявила о том, что он вез туда макароны. Вот понимаете, у нас новая доставка макаронов генералами в вертолетах. Мы понимаем, это те макароны, которыми убивают сотни жителей Донецка. Да и генерал был непростой. Генерал был, который заявлял, я умею убивать ваших и буду их убивать, будем отравлять ваши колодцы, направим вам бойцов и напьюсь вашей русской крови. При этом учился в Приморье и служил в Норманске. Совершенно верно, Владимир Владимирович. Вы правильно процитировали его слова. Стоит еще отметить то, что у меня есть инсайдерская информация, потому что не все люди, которые сейчас находятся в Киеве, мерзавцы. И вот буквально вчера мне подтвердили, это из очень высокого уровня представленности, Порошенко дал карт-бланш на уничтожение двух тысяч человек. Сказал, две тысячи можете зачистить, ничего не будет. А больше двух тысяч уволил. Это то, что он говорил, собирая генералитет. Сумасто. Николай Васильевич, почему Запад этого не видит? Почему вдруг есть какая-нибудь трагедия в Руанде? Если похитили несчастных девочек, и весь мир сходит с ума, что надо освободить этих девочек. Почему видят девочек в Африке и не видят несчастных детей Донбасса, которые просят хотя бы дайте гуманитарный коридор, дайте возможность сохранить жизнь? Ну, во-первых, я скажу, что то, что Павел делает, заслуживает большого уважения. Надо поддерживать эту деятельность. Спасать детей надо в любом случае независимо от политических симпатий и антипатий. И эту историю, я уверен, очень потрясет западного зрителя или читателя, если эту историю донести до них. Если они узнают. Если они узнают. Значит, задача сделать так, чтобы они узнали. Что касается истории гражданской войны, это всегда тяжелая история, потому что гражданская война всегда бывает самая кровопролитная. И она кровопролитная потому, что у обоих сторон своя правда. Все глубоко уверены, что защищают правду. И в этом смысле компромисса быть не может. И вот здесь как раз Россия и Америка должны сыграть свою роль, потому что если вы, ребят, не можете найти между собой компромисс, загибнут дети, то это проблема, которая серьезно действительно должна заботить весь мир. Будь моя воля, я бы взял вас, взял бы киевских ребят, посадил бы их где-нибудь в закрытую комнату, и пока вы не договоритесь. Это то, что предлагает Россия, и то, что не хочет слышать Америка. И не выпускал бы вас, делал бы всех вас. Обама, когда Сирию комментировал, что он говорил? Какая была самая волшебная фраза в его речи, которую он повторял? Ну... Гибнут дети, гибнут дети, гибнут дети. Я тебя поддерживаю, Паш, я тебя в этом поддерживаю, считаю, что эту историю надо сделать главной. Невозможно. Как только эту историю покажут, например, наши прибалтийские коллеги, их лишат лицензии за то, что они лгут, как происходит сейчас. Ну, это правда, потому что мы же знаем, что это правда. И в любом случае, мы знаем по истории гражданской войны в СССР, что дети являются главной жертвой, потом появляются сироты, которыми надо заниматься. Потому что общество больное выходит из гражданской войны, поэтому этим тяжелась ситуация. Что касается своей правды, которая есть в гражданской войне, возможно, это и так. Но это не означает, что у каждой из сторон гражданской войны есть свое право на зверство. Это первое. Второе. Я, конечно, не встречался с Бараком Обамой, но во вторник ко мне пришли три высокопоставленных сотрудника американского посольства. Я неуполномочен их называть, потому что, ну, как бы мы не договаривались, что я буду об этом рассказывать. И у них у всех было имя мистер Смит, они носили черные очки. Нет, нет. Они вполне благополучные люди, которые работают в нашем посольстве. И они, естественно, встречаются не только со мной, они, наверное, встречаются с многими для того, чтобы составлять мнение о том, что думают в России. И вот меня что удивило. Я рассказывал примерно то же самое, может быть, другие истории. И объяснял, что здесь уже дело не в каких-то амбициях и не в чьих-то амбициях, а дело в том, что гибнут люди. А их больше всего интересовало. Вот Гиркин, он на самом деле агент ФСБ или нет? Стрелков, вот он по поручению попал на Донбасс или... Вот это, понимаете, Николай, это что-то вроде нашей поговорки. За деревьями не видят леса и не хотят видеть. То есть их интересует, сколько там приехало чеченцев, если они приехали. Гиркин на службе или не на службе? Их это страшно интересует. А то, что касается людей, которые гибнут, это как бы... Это как раз вот эти две истории, которые, к сожалению, находятся здесь. Люди гибнут... Выгодно или невыгодно штатам? Потому что расстрел в Новочеркасске до сих пор глазам мозолит. Сколько там? 22 человека? Я не пытаюсь сейчас судить, вот здесь смертей мало, здесь много. Любая смерть сама по себе страшна, да, мирных людей? 22 человека. В Одессе сколько? 218 человек. Ну мы же знаем информацию. 218 человек сожжены, заживо, расстреляны. В том числе беременная женщина, о которой мы говорили. За два месяца небесную сотню убили. Где? Почему молчит Запад, который до сих пор вспоминает Новочеркасск? Почему? Почему нет того же самого по Одессе? Где комиссия международная по расследованию геноцида, осуществленного карательными отрядами хунты? Давайте называть вещи своими именами. Но а кто? Кто эти люди? Кто такая национальная гвардия? Это тот же правый сектор, которому придан некий легитимный статус. Да, легитимный в глазах самопровозглашенного киевского правительства. Почему это гражданская война? Потому что еще и преувеличивают с удовольствием. Ведь, вот я уже только что сказал, за два месяца, и сегодня поклоняются как святым, возвели в ранг святых. Небесная солнце на Майдане. Иностранные дипломаты ритуальным образом возлагают святы во время каждого своего посещения. За один день возобновления операций после выборов в Украине в Донецке убили 200 человек. Об этом с гордостью сообщил Аваков в своем фейсбуке. Официальные данные Донецкой республики 100 человек, а ему надо 200, потому что ему надо отчитаться о большем количестве. Это же победа. Чем больше, вы знаете, в войне погибло врага, тем лучше. Это враг, это же те люди, которых они считают своим народом. Вот мы сейчас говорим все время о войне, и много слов звучит справедливых, но неплохо бы сказать несколько слов и о возможности мира. Потому что у гражданской войны, которая несомненно идет сейчас в Украине, есть такое свойство, как дурная инерция. Чем дальше она заходит, этот страшный поезд в огне, тем сложнее его остановить. Поэтому чем раньше мы все-таки повернем эшелон к миру, тем лучше. И в этой связи я бы не торопился и призвал бы всех... А кто будет поворачивать эшелон к миру? Вот это правильно, я об этом поговорю. Это мне как раз и хочу сейчас сказать. Кто будет вести переговоры? Главное, с кем их вести? С тем человеком, который стреляет в тебя из автомата, ты везешь с ним переговоры? Нет, с человеком, который в вас стреляет, не надо вести переговоры. И только переговоров понять. Давайте не списывать, что меня тревожит, давайте не списывать со счетов Петра Алексеевича Порошенко. Потому что когда он поворачивает свое широкое лицо в сторону России, на нем крупными буквами проступает слово «шанс». Надо его рассматривать именно в этом качестве. Голосуя на выбор, он произносит бандеровский лозы «Слава Украине, героям Слава». Он пока не вступил в должность. Поэтому давайте тот шанс, который все-таки на нем написан крупными буквами, давайте не списывать рано или поздно. Но как раз это звучит, похоже, что он хочет уничтожить Донбасс до инаугурации. Это его слова, что карательная операция должна продолжаться неделю, а еще с ним. Он не является военачальником главнокомандующим. Поэтому сейчас он не вступил в должность. Однажды, что вы не можете вести переговоры, если вы даже со мной, которая не ведет гражданскую войну в Украине, не можете во слово сказать. У нас же не монологи. Вы говорите... Так я еще не высказал даже позицию, а вы ее кидаетесь, оспариваете и останавливаете за радостью. Вы сказали одну вещь, которая, на мой взгляд, на самом деле неправильна. Просто-напросто. Это не соответствует действительности. Он одобрил эту операцию. Он сказал об этом. Он не вступил в должность. Нет никаких полномочий. Одобрять или останавливать. Что значит? Но, с другой стороны, есть... Но авторитет человека готовит только, что избранный, который говорит, это хорошо. Наконец-то началась антитеррористическая операция. Но легитимно верховным главнокомандующим до сих пор является человек фамилия Янукович. Поэтому все, что происходит сейчас... В данном случае главное, что не Порошенко. Это точно. Поэтому то, что сейчас происходит на Минске, это в принципе военное преступление. Потому что команды верховного главнокомандующего на использование армии не было. И по конституции не было даже ледяно военной положительности. Я сяду любые переговоры вести с кем угодно, если поможет спасти детей, например. Прошу здесь... Николай Васильевич, вы меня простите, но это бессмысленно. Это не нравится. Садитесь и говорите. Николай Васильевич, позиция обспортизма. Говорить не с кем. Все они одним обговорью мазаны. Согласен. Но все-таки, дайте скажем прямо, вести переговоры надо с теми, кто контролирует ситуацию. Абстрактно беседовать с кем-то, бессмысленно. Конечно. Я хочу согласиться с Николаем и Сергеем, однозначно мы готовы к переговорам. Мы об этих переговорах говорим каждый день, постоянно. Но извините, вы абсолютно правильно сказали, что договариваться можно с теми, кто правоуполномочен договариваться. 21 февраля они подписали вместе с западными партнерами. Чем закончилось? Убийствами. Потом было Женевское соглашение. Чем закончилось? Убийствами. Вот с теми, кто совершил переговоры, уже не надо вести переговоры. Прости, не перебивать вас. Я же замолчал сразу. Давайте посмотрим на исторические уже факты. Когда началась антитеррористическая, так называемая, на самом деле, карательная операция. Приехал высокопоставленный руководитель американской спецслужбы, Центрального разведывательного управления. Прошло совещание, это признано. После этого, сразу после этого, была объявлена карательная операция. Теперь давайте по поводу Порошенко. Я читал комплиментарное интервью в «Новой газете», какой он молодец. Смотрите, он рассказывает о том, что российские журналисты корректировали огонь ПЗРК. Как можно корректировать огонь ракеты, которая вылетела и уже полетела? Они нашептывали этой ракете, я не понимаю. То есть, он живет в какой-то своей особой реальности, понимаете? Вот он заявляет, что за два года Украина решит вопрос с российским газом. Не надо придавать особое значение лиц, только что говорит, что при всем отношении не обойтись без российского газа. Никак. Невозможно. А Порошенко говорит за два года. Потому что госпожа ПСАКИ открыла всему миру глаза. Оказывается, газопровод идет из Западной Европы через Украину в Россию. Поэтому Украина есть право на дополнительные объемы граждан. Поэтому говорить надо и вести переговоры надо. Вести переговоры надо. Но мы должны понимать... А, кстати, ПСАКИ так стало думать после того, как Елловров подарил розовую ушанку, в которой она с ним фотографирует. Вот это оказало тяжелое воздействие на умственное смотровение. Вести переговоры надо. Закрывать диалог нельзя. Но при этом мы должны понимать, что цели тех, кто находится у власти в Киеве, как можно быстрее подавить эта карательная операция, операция устрашения. Подавить Юго-Восток. Президенту новому не простят, если он... Знаете, я бы не стал рассчитывать и надеяться на 7 июня, как на дату, когда можно будет с кем-то разговаривать, и на дату, когда легитимизируется, наконец, Петр Порошенко, потому что он вступил в свои права еще в январе 2014 года, когда на Майдане, я это лично видел, разруливал. Куда вот этих пленных милиционеров, куда этих, этих в подвал, этих отпустить, этих на автобусы. Кому выступать на Майдане, что показывать по Пятому каналу. В общем, он давно в этом процессе. А что касается, вот, я вернулся к теме, видит Запад... Вы только что ругались, что не даете... Вы только что ругались, что вам не дают договорить позиции. Давайте дадим... Видит Запад или нет, то... Я недавно разговаривал с главой российского представительства Human Rights Watch. Они отмечают, действительно, случаи, когда нарушаются права человека. Убили 10 человек, а они отмечают. Но очень выборочно. Например, в последнем отчете два случая отмечены. Это облинение наших журналистов, действительно, они высказали негодование по этому поводу. И расстрел в Мариуполе. Ничего больше в отчете Human Rights Watch не было. То есть они умудрились, но убили 10 человек, колорадов, сепаратистов, как их называют. Этого не было, да? Вот о чем мы и говорим. Вот цена этой правозащитной организации. Как Запад видит или не видит, возникает очень четкая ассоциация, почему-то в голове с 2011 годом, Аббат-Абат, Пакистан. Там морские котики действуют, убивают Бен Ладена. А в Белом доме, в ситуационном центре, в этом подвале сидят Обама, Клинтон, Байден, их помощники. Тот же Бреннон, кстати, да, который приезжал в Киев. И за всем этим внимательно смотрит. Вот то же самое, мне кажется, сейчас происходит на Украине. Они все видят, все знают, но просто это выгодно сейчас Америке. И еще и мало им сейчас. Потому что, как мы помним, тот же господин Бжезинский сказал, что вот нам бы вернуться к вьетнамской ситуации и рассмотреть Украину с точки зрения Вьетнама. Мало того, что они официально консультируют и Министерство обороны Украины, и специальные службы. Об этом пишут западные газеты, пишут немецкие газеты. Там находится группа сотрудников специальных служб, которые консультируют по поддержанию порядка. Надо отметить, что Обама уже в прямой своей речи в Вестпойнте сказал, что именно благодаря Америке украинский народ смог сделать свой выбор. Тем самым, поставив Америку в положение, скажем так, было ощущение, что вот есть империя, а где-то там вдалеке их вассалы. То есть украинский народ живет по приказу американских властей. Вот они дали возможность украинскому народу. То есть это не самостоятельная нация, не великий народ с великой историей, а по разрешению Америки они вот так и быть что-то у себя делали. Допустим, ну когда Байден, когда Байден приезжал. Это оскорбительно. Вот встреча вице-президента Байдена. Никто не говорит, благая или хорошая. Кого еще мы не ругаем? Встреча, когда приезжал вице-президента. Мы вообще не ругаем. Мы всего лишь, есть хоть слово неправды, которое мы сказали. Если с одной стороны убивают, а с другой ругают. И это можно посвятить еще не особо. Я приехал при фице-президент Соединенных Штатов, встречается в Верховной Раде. Садится в середине стола, как президент, как руководитель. Слева, справа ему отчитываются власть Украины, министр Руни. Они ему отчитываются. Он приехал руководить. Что делал часто, отсюда и руководить. Если мы хотим консультируем, как кто гибнет. Вот что надо делать. Ну как? Вот таким же образом. Вот скажи мне, как? Вот я не сейчас. То есть мне не сейчас. Во-первых, для начала говорить по очереди. Уже подписаны договора на поставку сланцевого газа из нетр Донбасса. Как можно сейчас? Как можно сейчас? Сын Байкера. Николай хочет нам помочь. Он спрашивает как? Очень просто. Обеспечить бесполетную зону над Донбассом. Когда с неба не будут вноситься ракетно-бомбовые удары. На Донбассе воцарится мир. Они не суются к нам без ракет. Пусть вносит проект такой резолюции. Так вы поддержите с вашим зарубежным авторитетом. Да, Евгений. Ну, понятно, что сланцев прийти нет. Никто не поддержит этого в Совете Безопасности. Конечно, не поддержит. Наша миссия в ООН занимается в последнее время только тем, что витирует. Витирует и витирует. Я не знаю, сколько Виталий Иванович за последнее время поднимал руку раз за вето. Потому что все эти резолюции, которые предлагаются, они абсолютно не соответствуют ни интересам нашему. И он не должен вносить наши предложения. Это ясно, что они... В этом случае они... Ну, конечно, не обсуждал. Потому что когда вот едва в Ливии Каддафи поднял какие-то самолеты, может быть, для разведки, я не видел, я там был, я не видел, чтобы там Каддафи кого-то бомбил или летали ракеты. Но как только он поднял эти несколько самолетов, чтобы посмотреть, что там творится в Бенгазе, тут же Запад, Соединенные Штаты, Франция объявили всю страну бесполетной зоной. Евгений, вот все-таки вы не демократ. Запомните, Евгений, Каддафи бомбить в Бенгазе нельзя. А Порошенко бомбить Дониск можно? Нет, нет, нет. Почему? Отвих на это. Потому. И Асаду нельзя бомбить повстанцев. И Москве нельзя бомбить грозный. Правильно. И основная проблема России, что мы до сих пор не осудили тот факт, что Ельцин начал брату-убийственную войну и отдал приказ бомбить русский город Грозный. И моральные позиции России очень сильно подсаданы были этим. И до сих пор. Если нет возражений, все-таки немножко возражений, что делать. Основной вопрос вообще истории сегодня, который здесь звучит, что делать. Я считаю, что действительно, когда речь идет о жизни детей, переговоры надо вести со всеми. Даже с людоедами-террористами, которые захватывают детей-заложники, ведут переговоры. Но нам надо вести переговоры, спасать детей, которые есть, быть готовыми принять их у себя на территории. Мы это готовы делать. Мы их уже принимаем. И требовать от всех международных правозащитных институтов и от Украины выполнить свои международные обязательства. Гуманитарные коридоры, соблюдение прав мирного населения, журналистов и так далее. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вам не покажу те кадры, которые мне показали наши друзья из Донецка. Потому что я считаю, что невозможно показывать центральному телевидению, что делают эти изверги с людьми. Это рассеченные грудные клетки и вырванные сердца. Это то, что устраивают бойцы национальной гвардии. Даже говорить об этом страшно. А люди это видят каждый день. Притом они убивают не террористов. Они убивают просто жителей Донецка. Просто за то, что они жители Донецка. Реклама. АПЛОДИСМЕНТЫ Беспилотная зона отличная идея. Так же, как была бы отличная идея создать международный трибунал по расследованию преступлений хунты против мирного населения. Про Слоянск на Украине. Много морд. Слоянск на городе Слоянск. Да, потому что, ну вот смотрите, мы говорим про детей, которые гибнут. А сколько гибнет стариков, женщин, мирных людей. Ведь основные погибшие это не ополченцы, не люди, которые взяли оружие. Славянск сейчас, вот мы говорим с вами, это время Славянск утюжит. За то, что славянские люди, которые умеют воевать. Умеют. И они решили проблему бесполетной зоны тем, что сбивают вертолеты. И уничтожают самолеты. Может быть тогда помочь им обеспечить беспилотную зону? Совершенно верно. На самом деле, я просто хочу сказать, нет никакой дилеммы в вопросе, надо ли вести переговоры или нет. Конечно, надо вести переговоры. Я совершенно не согласен только, что надо перед этим обязательно сказать ласковые слова, или тем более поздравить Порошенко, как требуют, с тем, что он вообще стал президентом. Во-первых, нет уверенности в том, что он сделал это честно. Есть уверенность в обратном. А во-вторых, совершенно непонятно, почему на фоне этой гибели надо кого-то поздравлять. Тем более, если этот кто-то, еще не успев вступить в должность, направо-налево дает интервью, в который говорит, очень хорошо, и надо как можно больше дальше продолжать. Поэтому давайте разделим две части. Говорить ласковые слова и вести переговоры, это не одно и то же. Я думаю так, я вообще считаю в принципе, что когда в стране гибнут люди, виновата всегда власть. Всегда. Поэтому есть ответственность, даже если нет ответственности за детей, это президент. Сегодня на Украине совершенно очевидно сложилось два центра власти. Они оба центра ответственны за то, что происходит. У меня нет сомнений в этом. Они оба, эти два центра, должны найти между собой общий язык и не допустить, чтобы люди гибли. Это ваше сегодня, к сожалению, историческое, тяжелое, трагическое ответственность. Искать компромисс с этими людьми, как бы вы их не любили. Как бы они не любили вас, они должны сесть с вами за переговоры. В этом трагедии Украины сегодня... Но это и позиция российского государства. А? Ведь это российское государство, которое говорит. Давайте, пожалуйста, мы готовы помочь, чтобы вы селились в переговоры. Хочешь встретить в третьей стране. Но извините, Киевская фунта... Да, Киевская фунта на это отвечает. Мы не видим с кем вести переговоры на Юго-Восток. Но я прожил вращение этого вовсе не одинаковая ответственность. Одни признанные, поздравленные и так далее, употребляющие авиацию, танки, артиллерию. Вы видели когда-нибудь авиацию Донецкой Республики? Разберемся потом с ответственностью за убийство. Может быть, но сейчас этого нет. Я хочу сказать, что ответственность не одинаковая. Конечно, не одинаковая. Что ответственность одинаковая. Давайте сначала убийство прекратим. Как разговаривать? Убийство прекратить элементарно. Как только отзывают хунта войска, убийство прекращают. Как разговаривать? Ласковых слов на самом деле не нужно. Я думаю, что не нужно и поздравления. Можно выразить в очередной раз уважение к тому, что значительная часть украинского народа проголосовала. И тем самым значительно, не показывайте, что с вами нельзя разговаривать. Не показывайте. Значит, итак, все-таки выразить какое-то удовлетворение от состоявшейся легитимации президента, это можно. Найдут дипломаты подходящую формулу, а потом обязательно необходим нормальный диалог. В адрес Порошенко можно высказать много обоснованных замечаний и претензий. Но другого украинского президента у истории для нас нет. Надо работать с этим, надо помочь ему стать президентом мира. Потому что его сейчас милитаристское лобби, радикальное лобби, которое сложилось уже в Украине, и которое сделало ставку на войну, и которым отступать некуда позади ГАГа. Россия не начинала эту войну. Вот это самое лобби, оно сейчас вокруг Порошенко сосредоточилось, держит его за руки, и заглядывает ему через плечо, и не дает никакого шага сделать в качестве уступки. Потому что не будет уступки, не будет мира. Сергей абсолютно прав по поводу того, что Порошенко заставили стать президентом. Его заставили стать президентом. И когда он понял, что ему некуда деваться, как стать президентом, в январе он начал требовать... Сейчас, сейчас, сейчас. Дело в том, что Порошенко заставили стать президентом, ему четко объяснили. И в январе, когда он понял, что отступать некуда, в январе он от этого страха и от того, и от тех возможностей, которые открылись, начал на экономическом форуме в Давосе требовать денег от Билла Гейтса, от всех остальных, да, американских олигархов. Но по поводу военного лобби, по поводу диалога, естественно, диалог надо вести. И абсолютно верно вы сказали, что диалог надо вести даже с людоедом. Но, даже с тем людоедом, который пожирает детей. Но перед этим этому людоеду надо выбить зубы, чтобы он этих детей не поедал. И тогда будет нормальный, спокойный диалог. Ну, хорошее начало для диалога. А вот, абсолютно верно. А вас ли выходят люди из Киева? То есть они пытаются вести свои переговоры, но сепаратные, закрытые, да? Переговоры из Киева, все, которые выходят на нас, да, ну вот в особенности на лидеров Донецкой и Луганской народных республик, всегда только сепаратные, абсолютно правильно Евгений говорит, всегда сепаратные, всегда закрытые кулуарные. И договариваются или, ну, пытаются предлагать или деньги, да, или угрожать. Когда понимают, что ни одной стороны не работают, с нашей стороны предложение только одно, открытые переговоры, чтобы народ знал, что происходит. Только что мы создали в Донецке, не перебивайте, пожалуйста, я же молчал, вас слушал внимательно. Только что в Донецке мы создали представителей восьми регионов Украины, то есть шести регионов Украины, а также Донецкая и Луганская народных республик, мы создали народный фронт Новороссия. Смысл очень простой. Кто-то, например, как часть жителей того же Херсона Николаева, готовы жить в Украине, как в федеративном государстве. Кто-то видит уже Украину, как конфедеративное государство по принципу Босниги и Цеговины. Кто-то стоит только на правах и на основе своей независимости, как Донецкая и Луганская республика. Но мы готовы к диалогу, но к открытому, а не кулуарному, где идет постоянный обман, алчность, деньги и китки. Если говорить по поводу Порошенко, я приведу пример по поводу Юценюка. Они все обречены, они все понимают, или они выполняют задания по уничтожению нас, тех, которые борются за свою землю, или они идут в Гааге, пропадают без вести, съедают свои галстуки отравленные, или вешаются на... На геляке. Да, на геляке в своем душе, в своем душе, как известные олигархи в Британии. Так вот, интересный момент. Яценюк хотел слетать в Штаты. Яценюк хотел слетать в Штаты с частной поездкой, с частной поездкой, неофициальной. Надо ответить... Кость, дай я закончу мысль. Да, конечно. Не было лидеров, не было в Республике. Он хотел слетать в Штаты. Это просто все объясняет. Прекратите говорить все в параллель. Кость, выйдите вдвоем поговорите. Да, прекратите говорить в параллель. Владимир, Яценюк хотел слетать в Штаты. Надо отдать должное, что у него там живет его родная сестра, которая в секте саентологов намного выше, чем он стоит. Когда он собрался в аэропорт, появилась легендационная комиссия, не с гражданством Украины, а с таким, знаете, красивым американским паспортом. Сказали, пока никуда сбегать нельзя. Вы должны передать власть Порошенко, он должен делать дальше. Для понимания ситуации. Так у вас есть выбранный лидер или нет? Есть, есть. Я хочу... Кто это? Есть, конечно. У нас избранный лидер. У нас у вас не было выборов. Проведите выборы. Дайте фигуру. Мы заставили референдум. Мы заставили референдум, а выборы власти... Николай Васильевич, вы, наверное, не знаете, там война идет. Я понимаю. И вот лидеры так. Это те люди, которые... Они референдум провели. Кто-нибудь признал его? Власть. Власть нужна. Кто несет ответственность? Николай Васильевич, это как раз там власть есть, иначе бы они не воевали. Мы только что с Володей вернулись оттуда. Мы чудом остались живы. Выплеслим всех детей Донбасса. Вы охота была именно на нас. На гражданской людей была охота. Да мы что там выскочили из Донецка? Всех убивают. Николай Васильевич, если вам нравятся выборы, вы должны не признавать Майдан. Вы должны не признавать Борошенко. Вы должны не признавать Курас. Что делать? Я на то, что в дорог выбирал. Вот сейчас набирает обороты акция, которая ведется в интернет, во всех социальных сетях «Спасите детей Донбасса». Во-первых, всех приглашаю присоединиться к ней. Я хотел бы, чтобы итогов этой акции... Еще я хочу, чтобы вы написали «Спасите детей Донбасса от украинской армии», иначе они не поймут о чем речь. Звонки всех президентов мира, Петру Порошенко, которые не только бы его поздравляли, не поздравляли, задавали бы ему простой вопрос. А когда ты спасешь этих детей Донбасса? Когда ты защитишь детей Украины так, как ты защищаешь своих четверых детей? Вот этот вопрос надо к нему сейчас обратить. Я знаю, какой ответ даст Порошенко. Вот можно ответить? Пусть даст. Пусть зададут вопрос, что я ввел туда сепаратистов против сепаратистов. Вы только что говорили, Сергей. Можно я скажу два слова? Одну секунду. Я просто хочу сказать, что нет никакой, на самом деле, никакой загадки нет. Вот я не очень понимаю, почему есть такое желание в любом случае увидеть в Порошенко только конфетного короля. А потом сказал, что он на самом деле не есть один из организаторов всего. Это же очевидно. Нет другого. Поэтому да, надо вести с ним переговоры, только я прошу, пожалуйста, перестаньте говорить о тех ласковых или добрых, или каких-то удовлетворениях по поводу выборов, которые прошли, вот навязывают все равно эту позицию. Да никто не навязывает. Знаете, давайте скажем, как мы уважаем выбор Украины. В каких условиях этот выбор происходил? Про уважение к выбору уже сказано. У нас было за несколько дней до выборов несколько людей, в том числе на высоких должностях, которые говорили, это шаг в правильном направлении, это приведет к деэскалации конфликта. Это привело не к деэскалации. Это привело к тому, что этот конфликт разгорелся с новой силой. Вот что произошло. Смотрите. Еще до выборов было высказание президента Российской Федерации, что мы признаем выбор украинского народа. Мне кажется, здесь уже все слова сказаны. То, что мы сейчас не перекрыли подачу газа, более трех миллиардов они вам должны. Вот это и есть наша ласковая слава. Мы продолжаем поддерживать миллиардами наших кровных денег экономику Украины и народ Украины. Вот эти ласковые слова. Уж их точно достаточно для того, чтобы показать, что и как делается. А вот что надо делать, вот правильно Астахов делает, вот правильно гуманитарной помощью занимается. В общественной палате мы тоже сделали рабочую группу гуманитарной помощи Юго-Востока Украины. Вот это вот сейчас нужно делать. Надо отметить, что украинские власти не дают, украинские власти не дают возможности... Мало того, что они... Они официально сказали занимайтесь, они сказали Крымом. Вот у вас там гуманитарная катастрофа. Мало того, что они отказались. Они еще официально заявили о том, что прекращают выплаты и выполнять государственные функции на Юго-Востоке в ряде населенных пунктов. Они сами просто заявили. Пенсии не выдают, не поддерживают больницы, не поддерживают детские сады. То есть, де-факто, они признали независимость Луганская и Донбасса. Они сказали, что не готовы быть государством на Юго-Востоке Украины официально. Замечательная акция. Спасите детей. Замечательная акция. Дадим Абахов уезжает на Юго-Восток Украины и показывает с гордостью фотографии, где он посещает. И там гаубицы, гаубицы НОНО, гаубицы Д-30 и так далее, и так далее. Вот у него акция, замечательная, которая уже идет. Спасите детей Донбасса. Замечательная акция. Давайте дополним эту акцию еще одной. Дайте хоть слово сказать. Наконец, господа, дайте хоть слово-то сказать до конца. Не перевивайте на первую же фразе. Хочем слова. Значит, дополнить эту замечательную акцию. Спасите детей Донбасса еще одной. Прекращение огня. Два слова. Немедленное, безусловное прекращение огня. Да там гаубицы стреляют. Это немедленно. Сейчас обстрелят. Ну, именно поэтому. Правильно, загладим. Повторяйте мантре. Именно поэтому акция прекращения огня, немедленная и безусловная, должна стать международной и не менее массовой, чем акция спасите детей. Вот именно это и надо. Кстати, объясните мне, а что мешает прекратить огонь? Вот если я правильно понимаю, если армия уходит, то ведь за ними-то... Огонь прекращать. За ними-то не побегут ополченцы в Киеве. Более того, можно просто не стрелять. Чтобы прекратить огонь, можно прекратить просто огонь по жилым районам городов. Прекратить просто огонь. Просто не нажимать на кнопку. Я за слабо, иногда даже слова трудно прекратить. А тем более огонь еще страднее. Огонь-то еще труднее. Доказать того, что этого сделать нельзя. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Давайте, 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 давайте. Боемся, не выслать. Давайте, давайте, пожалуйста. Послушайте внимательно. Судей, которые только что прибыли из Донецка. Вы не в кем обращаетесь просто. Прекратите огонь. Понедельник, после выборов, Запороженко проголосовала, он стал президентом какой-то части бывшей Украины, маленькой. Хорошо, окей. Сто человек погибло. Будьте реальны. Половина ополченцев, половина миронаселения. В Донецке. Мы в Донецке, с Володей Роговым. Мы в Донецке. Над нами летают истребители. Сушкин, да, они бомбят аэропорты, я там донсорирую все десанты. Смотрите, как мы можем прекратить? Мы не стреляем ни в кого. Я не видел ни одного самолета ополченцев. Это все были самолеты Гараси. Вот и все. Которые расстреливают мирно население. А вы говорите, прекратите огонь. Ну как? Каким выражением не обращаетесь? А как они могут прекратить воевать, если их убивают? Нас убивают. Мы предлагаем лозу. Нас убивают. Подожди. Мы предлагаем прекратить огонь. Так как вы их расстрелили? А вы говорите, что вас расстрелили? Прекрати огонь. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Я что-то плохо понимаю. Я только не хочу слушать благоглупости. Давайте мы прекратим огонь. Да кто ж против-то? Вы против. Да почему я против? Я сейчас объясняю. Просто вы полковной занимаетесь. Вы говорите, вы скажите президенту Порошенко, что мы тебя не признаем, не пустим, не сделаем. Давайте продумаем. Если будешь стрелять. Если ты будешь стрелять. Вы против, вы против, потому что вы говорите заранее, что ничего невозможно сделать. Да я не против. Ситуация вы видите сверху. В чем образом? Вас выводят в коридор расстреливать. А вы говорите тому, кто вас расстреливает. Не стреляй в меня, давай вести переговоры. А он выстрелил вам пулю в затылок и все. И переговоры закончатся. Який пример. Вот это то, что происходит сейчас. Нет, нет. В чем проблема. Смотрите, вчера ситуация в Славянске. Называют по-разному город. Славянск называют местный. Мы привыкли называть Славянск. Но он, конечно, стал городом Славянск. Это сейчас город воинской славы. Потому что то, что там делают люди, это просто пример героизма, как Брестская крепость и защита козельства. Женщины с детьми выезжают к блокпосту, который держит украинская армия. Пытаются спастись. Их пять часов держат. И запрещают им покинуть зону боевых действий. Это чья вина? Об этом что-то узнает европейская, американская общественность или хотя бы украинская? Нет. Потому что Жениных и моих коллег не пускают на Украину. Потому что то, как зомбируют украинское население, им рассказывают, что оказывается город Славянск обстреливают ополченцы из орудий, которых у них нет. И быть не может. Друг друга обстреливают. Всюду чеченцы и русские диверсанты. И друг друга обстреливают. Хотя бы если бы там был чеченский батальон «Восток», уже бы во Львове пили не чай. А танцевали бы уже левгинцы. Знаете, так не заметно прошло, но совсем недавно наше Министерство иностранных дел ввело в оборот, в общем-то, мне кажется, что правильное определение по поводу того, что происходит сейчас на востоке Украины. Это не гражданская война, это не АТО, тем более, это братоубийственная война. То есть убивают люди друг друга, которые говорят на одном языке, и делают это просто с какой-то запредельной жестокостью. Что там происходит? Это ужас. По поводу Порошенко, ну ведь все готовы к переговорам, кроме него. Он никогда не заявил, я готов завтра сесть за стол переговоров. С востоком Украины. Пожалуйста, приводите, приходите, будем разговаривать. Но разве это сложно сделать для того, чтобы прекратилась литься кровь? Что касается детей, это вопиющая ситуация. Просто Павел Алексеевич не даст соврать, только вчера на границе с Россией остановили два автобуса, в которых были дети, у которых нет родителей из детдома. Из детдома, вот я думаю, что Павел Алексеевич знает подробности. Дети из детских домов, которые оказались в еще более тяжелом положении, поскольку у них заканчивается даже еда. Как сказать, я не знаю, новые власти, старые власти. Короче, власти, которые вроде бы сейчас официальны, они прекращают финансировать не только стариков, пособия выплачивать, но и детские дома, которые находятся в зоне боевого конфликта. И люди собирают просто еду этим детям. Был запланирован выезд этих детей. Сперва вообще власти предлагали их вывезти в Польшу. Мы ни в коей мере не возражаем. Пусть решают, но детей надо вывозить из зоны боевого конфликта. Польшу, Чехию, Словакию, куда угодно. Россия готова принять. Мы не можем это сделать насильно, мы не можем сделать это нелегально. Но мы готовы всех принять. Вчера была попытка предпринята два автобуса вывезти с детьми. Так пограничники не пустили, блокпост не пустил, не дали возможности выехать детям. Что с ними сегодня происходит, уже никто не знает. Потому что если мать с детьми развернули, это, конечно, вопиющая ситуация, жесточайшая, тяжелейшая. Но она уехала домой, опять в свой подвал спрятала детей. То детей из детского дома директор не может скрыть никуда, их уже кормить нечем. Вот это действительно гуманитарная катастрофа, еще более тяжелая. Но мы готовы их принять, еще раз говорю. При этом же беда в чем. Да вот почему мы говорим, что необходима гуманитарная помощь? Несчастные инсулиновозависимые люди. А вы знаете, что доктор Лиза туда их повезла? Конечно, повезла доктор Лиза, которую сложно заподозрить в том, что она кремлевский агент. Святая женщина, все равно скрыт. Замечательно. А если смотрите, что еще можно делать? Мы все обсуждаем, что можно сделать. Можно применять экономические санкции. По каждому из тех, кто сейчас находится во власти Украины. Там очень много, как мы знаем, мягко говоря, богатых людей. Есть люди с активами. И остались все активы в России. Нужно конкретно по ним применять экономические акции. Почему? Конфисковывать эти активы. Говорить о том, что вы провели операцию, вот еще погибло 50 человек. Тогда принимает Россия эти, эти и эти экономические санкции, которые почувствуют уже. Еще 50 человек. Вот из-за людей, которые погибли. Это уже никого не не жалко. От применения санкций. Это поможет, это поможет прекратить. Хотя они будут думать про помощь, про помощь горошей. Да, Николай Васильевич? Я принципиально против санкций, как американских, которые сейчас применяются по отношению к России, так и российских по отношению к другим. Я считаю, да. Я считаю, что это неправильная политика. Но то, что разговор должен перейти в практическую плоскость. Хватит бросать обвинения. В гражданской войне, как мы знаем по истории Советского Союза, герои и враги менялись уже несколько раз за последние 80 лет. В зависимости от того, как происходит развитие ситуации в стране. Одни герои перезахоронивают, ломают памятники, снова восстанавливают и так далее. Ну, не бывает, когда братоубийственная война идёт, один брат не может быть правее другого брата. Мы знаем это из Библии даже. Вот. Просто надо начать с того, что спасти детей и придумать механизм спасения детей. Надо начать механизм, создать механизм гуманитарной помощи, чтобы действительно инсулиновозависимые люди не погибали. Еды, воды, лекарств было достаточно. И потом начать механизм принуждения к перемирию хотя бы. И так, после этого, запереть вас всех в одной комнате и не выпускать. Мы же не будем говорить. Значит, что ещё нужно? Да. В продолжение того, что было сказано. Ну, дальше не слова. Ну, прокляните ещё разок, и потом я всё-таки предложу. Можно я скажу? Хорошо, спасибо. Нет, я никого проклинать не буду. Я хочу отметить другое. Что Порошенко уже по Фрейду оговорился, он признал Донецкую и Луганскую народную республики. Когда у него спросили, куда вы совершите ваш первый официальный визит, мы прекрасно понимаем, что там в Брюсселе, Москву или Вашингтон. Он сказал на Донбасс. И стоит ещё отметить только одно, что армия может стрелять в свой народ только один раз. Второй раз она стреляет в чужой народ. То, что мы сейчас видим, уже происходит на Донбассе. Я уже хотел к вам лечить, что практически надо делать. Арестуем, и помесим, и поделок. Дайте договорить, уважайте друг друга. И его, и Турщинова, и всех. У нас есть один формат, который закрепился. Это Женевское соглашение. Его рано абсолютно хоронить. Его рано хоронить. Нужна Женева-2. И именно там нужно предлагать. Во-первых, немедленно и без всяких условий. Прекращение огня. Сколько нужно Женев, чтобы перестали люди гибнуть на Донбассе? А сколько вам раз нужно обращаться, чтобы вы помолчали чуть-чуть? Значит, и так немедленное, безусловно, прекращение огня. Это надо в Женеву выносить. Под контролем ОБСЕ обязательно. Это единственный пока еще надзорный орган, который может за чем-то наблюдать. Создание гуманитарных коридоров, обмен пленными, вывоз раненых, поставка всех критических необходимых материалов туда, в эти зоны. Вот это все, что очевидно и для нас, и для международного общественности нужно предлагать, и надо закреплять на Женеве-2. К сожалению, невозможно, потому что Вашингтон это идет по-другому. Потому что Вашингтон сказал, что то, что происходит в Донбассе, это в рамках разумного применения силы. Это политическая риторика, которую надо пропускать мимо уже. Не надо собирать Женеве-2. Потому что сейчас ситуация такова, как я согласен с Вами, но они этого не слушают. И представитель Госдепартамента. Кто вам сказал, что они на это готовы? Ни один американец не готовы. А надо пробовать. Да мы пробуем. Мы все это время пробуем. Сергей сказал, что... Николай, Николай, можно... Сергей сказал по поводу ОБСЕ. А у меня вчера была встреча, тоже не могу назвать, с дипломатами, с турецкими дипломатами. Вы знаете, что сейчас у нас задержаны в Донецкой Народной Республике четыре представителя так называемой миссии наблюдателей ОБСЕ. Так вот, Турок очень интересно мне сказал в частной беседе. Ты понимаешь, наш точно чист. По поводу тех, да, есть какие-то моменты и нюансы, чем они занимались, в чьих интересах. Турок. То есть там было четыре человека, да, членов комиссии, включая Турка. Турок честно сказал, что наш чист. Те, да, чем-то занимались. Но можно нам хотя бы Турка выдернуть? Это по поводу того, как ОБСЕ честно занимается... Я хочу поздравить выбор, если можно, с выбором, который сделал великий французский народ. Сейчас там выиграла Мари Липен. Большой друг нашего народа, славянского, русского, украинского, как угодно. И она сказала замечательную фразу, что великий русский народ имеет право на воссоединение. Независимо от того, где он живет, в России или по левую сторону Днепра. И теперь это правящая партия Франции. Вы меня... Да, она не правящая партия. Вы просите, у нас время передачи истекает. Меня очень раздражают двойные стандарты. Вот на фоне того, что России говорят, не смейте помогать оружием и добровольцами, заявлено было Америкой, что умеренных борцов с режимом Асада они будут не только военным образом подготавливать, но и снабжать их оружием. Интересно, что случится, если Россия примет такой же подход... Умеренных борцов. Да, такой же подход, как предлагают штаты по отношениям к Сирии. И окажет умеренную помощь борцам против фашизма. Как долго продержатся фашистские финты? О том, как будут развиваться события на Украине, и какие проблемы в первую очередь придется решать новому президенту, поговорим после рекламы на канале Россия. На 7 июня назначена инаугурация Петра Порошенко на Майдане, который привел его в президентское кресло. Но обитатели площади не собираются покидать ее до тех пор, пока не будут выполнены все их условия. Борьба с коррупцией, полная иллюстрация, подконтрольность власти и усмирение Юго-Востока. Очевидно, новому президенту предстоит противостояние не только с непокорными территориями, но и поверившими в свою собственную силу, вооруженными и вкусившими вседозволенность борцам за свободу. Тут вновь избранный мэр, известный народный оратор Кличко, прошелся по Майдану, попросил палаточки убрать. Кончилось с тем, что у него отобрали мобильный телефон. А палаточки решили не убирать. Поэтому посмотрим, как будут развиваться события дальше. Андрей Александрович, как Вы видите, к чему это все идет? Знаете, ситуация никакого оптимизма не внушает. Я думаю, что Украина устойчиво вошла в такую полосу затяжного и, может быть, все более глубокого кризиса. Особенно с учетом той ситуации, которая складывается в экономике. Они же в период мирового кризиса упали вообще, наверное, глубже всех. Они потеряли больше 17% ФВП. И вся вот эта ситуация, она экстраполирована была на нынешний период, на то, что было до Майдана, при Майдане и на постмайданскую ситуацию. Я думаю, что нижний пик еще не пройден. И правильно, я думаю, говорят те и украинские специалисты, и российские, да и западные, которые считают, что впереди еще конфликты, политические конфликты и кризисные моменты, связанные с ухудшением социально-экономической ситуации. Поэтому, к тому, что есть сегодня, и так достаточно тяжелая ситуация. И будет еще хуже. Кровь может быть еще хуже. И нужно так достаточно честно и трезво смотреть на это. Александр Иванович, как Вы считаете? Ну вот, когда я сегодня все это наблюдаю, вместе мы так давно во всем этом участвуем, и когда изучаешь объективные материалы по Украине, то хочется крикнуть «Америка, Америка, что же ты наделала?» Ты понимаешь, что все вопросы сегодня решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. И вот когда наши американские партнеры, как мы их называем, совершили этот государственный переворот в Киеве, они перестали, с моей точки зрения, быть демократическим правовым государством. До сих пор секретные тюрьмы, подслушанные разговоры. Когда говорят одно, а делают другое, хотя бы был флаг демократии и правовой государственности. И вот наши американские партнеры сами растоптали этот флаг. И вот теперь я даже не знаю, что делать, потому что без правового решения мы говорим встречаться и переговариваться. Безусловно, это так. Но нужно на каких-то правовых началах это делать. Потому что когда у нас было последнее свидание юридического комитета Совета парламентской ассамблеи в Страсбурге, очень трудно проходили. Нам затыкали рот. Больше всего боятся юридического обсуждения вопроса. И когда я задал вопрос Петренко, министру юстиции, сегодня как главному юристу Украины, как вы-то оцениваете эту ситуацию в Киеве с этим переворотом? Как вы считаете, вот это отрешение от должности президента и судей конституционного суда, это было законно? Он сказал, раз признает Америка и Европа, официальные начальники американские, европейские, значит законно. Хорошо, что мне ответил вам вашу поганую мову на размувляю. Мог сказать и так. Вы регулярно оказываетесь правы в ваших предсказаниях, потому что блестяще знаете Украину, и раз за разом ввергается в сомнение даже Павла Павловича Глобу. Ваши прогнозы точнее. Что нас ждет? Ну, я думаю, что есть два вероятных варианта, а один невероятный. Значит, первый вероятный вариант, хотя из двух менее вероятный, это что хунта и американские покровители окончательно сойдут с КМА и сотрут с лица земли Славянск, или Краматорск, или оба города вместе с населением. Ну, то есть, когда количество убитых, разрушений, применение неконвенционных видов оружия выйдет за пределы разумного, и тогда, ну, даже из внутренних политических соображений Россия не сможет больше терпеть. Я не знаю, окажутся на территории Российской Федерации российские войска, или вдруг у ополчения появится боевая авиация, там, флот ополчения высадит в Одессе морскую пехоту, ополчение и так далее. Этот вариант маловероятный, потому что такая интенсификация все-таки опасна даже Соединенным Штатам конфликта. А более вероятный, это что боевые действия с переменным успехом будут продолжаться где-то до августа-сентября месяца. В промежутке между началом и концом сентября у Европейского Союза возникнет вопрос, а что с газом, потому что он не пойдет через Украину. И к этому времени уже успеет смениться Еврокомиссия, и Европейский Союз может оказаться значительно более договороспособен, чем он является сейчас. В таком случае единственный вариант прекращения конфликта это совместная миротворческая операция России и ЕС, потому что российские войска не могут зайти на западную Украину, а европейские не могут зайти на восточную. Мы можем, но, боюсь, западной Украине это не понравится. Совершенно правильно. Поэтому и не нужно. Значит, войска-то могут куда угодно войти. Поэтому и не нужно. Вежливо, вежливо. Вот. Происходит разграничение враждующих сторон, таким образом прекращается активная военная фаза конфликта. А что касается политического урегулирования на Украине, то я думаю, что эта проблема будет решаться еще довольно долго. Не готов сказать год, полтора. И я бы не пытался бы сейчас прогнозировать, как она решится. То есть это будет какое-то единое государство, что почти невероятно. Это будет несколько государств. Такого государства вообще не будет. Будут территории других государств. Ну и, наконец, последний, самый невероятный вариант. Это когда господин Станкевич, на самом деле, чтобы миротворчествовать в прямых эфирах российских телеканалов, поедет в Киев и скажет, Петя, так надо вести переговоры. Порошенко скажет, оп, а я-то не знал. Ну, сейчас прогнозировать ситуацию на Украине действительно невозможно, потому что все варианты, которые здесь названы, даже как невероятные, они на самом деле вероятны. Для меня также очевидно, что Россия в этой ситуации не может полностью остаться в стороне. В свое время, в 60-е и 70-е годы, мы оказывали братскую помощь братскому вьетнамскому народу. Вот мне кажется, что братский русский народ нам ничуть не менее близок, чем братский вьетнамский народ. А это значит, что ситуация единой Украины, или Украины, полностью зачищенной Киевом, под руководством их американских покровителей, вряд ли становится возможной вообще. Конечно, впереди какие-то переговоры, которые будут безусловны. Уже даже понятно, когда первый раз Путин встречится с Порошенко в его новом качестве. Произойдет, судя по всему, 6 июня, во время празднования дня высадки в Нормандии, куда Порошенко приглашен, как и Владимир Владимирович Путин. А почему Порошенко приглашен? Вот это для меня тоже непонятно, но, вероятно... Украина-то что, отдельная страна победителя? Вероятно, потому что... Тогда почему не пригласили Лукашенко? В 1945 году, когда создавалась Организация Объединенных Наций, по настоянию Москвы, Украина тоже стала субъектом. И Лукашенко на это имеет такое же право. Как я понимаю, там же была не только Украина. Кто еще тогда вошел? Ну, от... Три. Три. Белоруссия, Украина и СССР. Вот я на это вежливо намекаю. Поэтому я считаю, что батьку вправе требовать. По всякому, у него для этого гораздо больше оснований. Особенно сейчас, когда все-таки в Белоруссии бендеровцев нет, да, и фашистские элементы там не поднимают голову, а на Украине они являются едва ли не правящей силой. Я еще обратил внимание, Порошенко, когда голосовал, опускал избирательный бюллетень, вдруг прозвучал клич «Слава Украины», на что Порошенко тут же отозвался «Героем славы». То есть прямо на избирательном участке, кидая бюллетень, ему сказали «Хайль Гитлер», он ответил «Зиг Хайль». То есть симпатии Порошенко в данном случае совершенно понятны, он их и не скрывает, поэтому его приглашение туда, в Нормандию, мне представляется, конечно, кощувством со стороны наших западных партнеров. Может быть, это со стороны проигравших? Может быть, они собирают коалицию проигравших? Им надо пригласить, наверное, тогда всех представителей немецкой коалиции. То есть от Упаунсо, как я понимаю, Порошенко, кого-то пригласили от Карати. Чтобы Меркель было нескусным. Они одиноков. Один мой итальянский коллега как-то сказал, что вообще Европейский Союз – это коалиция проигравших. Очень точно. Так это и создавалось. Это действительно все проигравшие во Второй мировой войне – Франция, Германия, страны Бенелюкс и Италия. Вот они создали Европейский Союз, который теперь нас учит жить. Поэтому что будет на Украине? Да, абсолютно очевидно, это падающее государство, там с падающей экономикой. Тестом на дееспособность вообще нынешней власти будет действительно вопрос, смогут ли 7 июня провести инаугурацию, как они планируют на Майдане и Залежности, где не должно быть уже палаток, и где не должно быть людей из самообороны Майдана. И задача на самом деле нет, ревиальная. И если они её будут решать силовым путём, то я думаю, они её не решат. То есть у современного киевской власти не будет достаточно сил, чтобы очистить центр города. Придётся, я думаю, откупаться. Вот меня мучает мысль всю эту неделю. Притом, вот она как-то на неё пришла, и не ходит. Я подумал, господи, вот что наделал Горбачёв? Зачем он убрал наши войска из Восточной Европы? Вот остались бы наши базы, так как они до сих пор находятся у американцев, которые с 45-го года не заморачиваются темой уводят своих баз. Как они жестоко шутят, Россия расположила свои границы в опасной близости от наших военных баз. Вот были бы сейчас наши базы в Германии, в Венгрии, там в Румынии, много где. Какое приближение было бы НАТО на Восток? Какие были бы санкции против России? Вздохнуть бы боялись. Как был неправ Горбачёв? Ну, на самом деле, Горбачёв не был неправ, Горбачёв был предателем. И то, что он сделал, привело к тому, что мир полностью изменился. Он уничтожил одну из сторону, которые делали мир равновесным. И поэтому, когда коллега говорит, что Соединённые Штаты Америки потеряли какую-то привлекательность, легитимность сейчас с ситуацией на Украине, то, собственно говоря, у них всегда такой запах-то от них шёл не очень хороший. А уж с 95-го года пошёл вполне конкретно. Они уничтожили много государств. Я не буду все перечислять, программа закончится. Одна Югославия чего стоит. Но что касается Украины, здесь мне хотелось бы сказать, для того, чтобы понимать, что будет происходить, мы с вами должны вернуться к информационной войне, которая идёт. Это война терминов. Потому что как называется то, что там происходит, от этого и даются оценки. Вот на мой взгляд ситуация выглядит так. На Украине произошёл государственный переворот. 21 февраля 2014 года. Те, кто его осуществил, называются пучистыми мятежниками. Дальше они осуществляют какие-то действия в попытке легитимизации своей власти. Часть народа Украины не хочет жить под этой незаконной властью, которая, к тому же, ещё абсолютно нацистская. Эти люди начинают самоорганизовываться и создают Донецкую и Луганскую республику. Вот и сегодня Донецк и Славянск осаждаются войсками мятежников. Вот что нужно понимать. Нас не должно вводить в заблуждение рту. Войсками пучистов. Пучистов и мятежников. Это то же самое, как было при Франко в Испании. Там тоже были войска, армия в мятеже участвовала, но это не делало генерала Франко, так сказать, законной властью. Мятежники могут стать властью в двух ситуациях. Первое. Они перестают себя вести как мятежники, садятся за стол переговоров, находится консенсус. Ситуация в Никарагуа, когда договорились между собой. Вторая ситуация. Мятежники побеждают в гражданской войне, как генерал Франко. Не дай Бог, чтобы такое произошло на Украине, но тем не менее. Так вот, мы должны вести нашу политику, говоря везде то, как есть на самом деле. Может ли Россия оказывать поддержку людям, которые не хотят жить с незаконной властью? Расскажем по-другому. Имеет ли право Россия не оказывать поддержку антифашистам, которые воюют против фашистов? Россия имеет полное право не признавать выборов, которые проводились под долом автомата, и имеет полное право оказывать ту помощь, которую она посчитает нужной людям Донбасской и Луганской республики. Совершенно очевидная вещь. Вот с этой точки зрения нужно прогнозировать события. Вот очень интересно, что Обама во всех своих заявлениях последних он позиционирует Америку как абсолютный моральный авторитет, рассуждая с позиции защиты демократии, правда, не давая точное определение этой демократии. А на мой взгляд, в результате истории 20 века абсолютный моральный авторитет есть только у великого советского народа, который разбрелся по разным республикам. И этот моральный авторитет объясняется очень просто. Победа над фашизмом. И сейчас то, что происходит, де-факто, это война с фашизмом. Вот народ Юго-Востока воюет против фашистов, это иначе нельзя назвать. Поэтому уж точно никто не имеет права нам указывать, как себя вести в поддержке антифашистского движения. Ну, во-первых, мы, особенно в прошлой части, долго говорили, как надо вести диалог с президентом Порошенко. Президент Порошенко получил ярлык от великого хана, абсолютно все то, что было. Ну, там не в Ханбалыке, это теперь в Вашингтоне. И, строго говоря, на этом основании он и президент. Конечно, говорить, что Украина банановая республика нельзя, там не растут бананы. Я не знаю, какой термин тут можно сказать. Может, свекольная, может, какая угодно. Но, в принципе, терминология в стиле хунта и банановая республика здесь имеет место быть. И переговоры, которые можно или не нужно вести, это уж как высокое начальство. Встретится в Нормандии, посмотрит, пожмет плечами, отвернется, его полное право. Это вопрос переговоров не с независимым государством, а с некой вассальной областью, которая ведет себя черт знает как. И использует тяжелую технику против мирного населения, которая почему-то этим, с точки зрения Америки, не доволенна. Евгений, я хочу мне пояснить. Вы большой специалист в вопросах борьбы с террором и хорошо знаете историю. Вот почему-то Порошенко в Англии сказал, что на Юго-Востоке они ведут борьбу с мировыми террористами. Я что-то не знаю ни одного акта террористического, совершенного жителями Юго-Востока. Вот против них я знаю. А вот они-то что совершают? Да ладно, когда ты открываешь сегодня рассылки интернетовские, многочисленных докладов на конференциях, которых идут сегодня не с мим числа, ты читаешь на разных языках, включая русский, что в России победил фашизм, фашистская империя борется с демократической Украиной, победа демократии на Украине есть победа над фашизмом. Большой привет. Видимо, мы здесь этот фашизм или отстворяем. Это не информационная война. Ну как, она идет. Более того, я бы не сказал, что мы ее так уж прям выигрывали, потому что все, что наши телеканалы радостно докладывают начальству, смотрит в основном все-таки наш телезритель. Как к такой ситуации поступают? Ну, во-первых, как показывает опыт того же Вьетнама и личный опыт сенатора МакКейна, когда самолеты начинают сбивать, а танки начинают гореть, как-то вот сразу схлопываются и перестают возникать проблемы с тем, куда вывозить детей. Ну, с чьей-то стороны сенатор МакКейн герой войны во Вьетнаме, а чьей-то военный преступник. Когда самолет бомбит гражданское население, он, ну так вот, получается, не важно, кто его сбил, ну так получилось, сбили его. Мы во Вьетнаме, что-то кого-то интересовало, кто сбивает эти самолеты? И вот откуда у партизанов соответствующая техника? Получилось так, что ж поделать? Это первое. Второе. Ситуация с санкцией. Ну, хорошо, мы все время говорим о проблемах, которые у нас еще возникнут. Вот нам перестанут давать технологии, вот нам и это перестанут давать, и то перестанут давать. Огромная часть населения хватается за голову. Бизнес выводит капиталы, особенно тот, у которого еще не все вывезено. А что происходит с теми чиновниками Соединенных Штатов, которые курируют эту ситуацию, у них возникают проблемы. Причем это не очень высокого уровня, это чиновники, это не высокое начальство Госдепартамента, это Виктория Нуланд, это там давно отставной Дэн Фрид. Но на самом деле, только когда у человека, который развлекается, ну, имея соответствующие ресурсы, уничтожением той или другой страны возникают личные проблемы, вот настоящие проблемы, не то, что вы объявили нехорошим человеком, или, как девушка Псаки, она теперь просто самый популярный голос Белого дома, потому что юмориста лучше, я просто теперь в Америке не знаю. Мы просто слушаем и радуемся на самом деле. Но, хорошо, но, может быть, уже пора думать над этими вопросами и реализовывать их. Как? А это отдельный вопрос. Господи, вы любите вы загадки, любите. Я согласен с коллегой, просто коллега очень либерально и, так скажем, мягко подошел к вопросу. Я бы, наоборот, у такого государства, как Израиль, поучился, и такой разведкой, как Моссад. Есть индивидуальная ответственность людей, которые совершают преступления против непосредственно граждан, да, граждан Израиля. Соответственно, мы знаем, много в истории было случаев, когда прошло 10, 20, 15, неважно, какое количество лет, и, соответственно, тот конкретный человек нес различную степень ответственности, в том числе и физическую ответственность, я так это назову, перед государством, которое преступил законы, которые он преступил. Извините, можете перестать? Вы предлагаете грухнуть? Я предлагаю, во-первых, сначала назвать фамилии кого, так скажем, с кем будут разговаривать специалисты. Демократичные. Демократичные, да. И чтобы на международном уровне, чтобы на международном уровне господин Аваков, господин Яценюк, это временное правительство, они через 5 лет эта пена пройдет, но люди-то останутся, им надо четко сказать, глядя в глаза, что вы, конкретный чиновник, какого бы ранга вы не были, вы совершили преступление. Вот есть дети, которые погибли, вот есть женщины, которые убиты, есть замученные, есть журналисты и так далее. Вот, теперь ты конкретно виноват, и ты будешь отвечать. Когда это решат специалисты? Я уверен, что санкции экономические это действует, но, когда конкретно, глядя тебе в глаза, прямо говорят, что ты конкретно Аваков ответственный, и ты не уйдешь от ответственности, проблемы многие могут решиться. Значит, если можно, да, ну, поскольку... Дайгенед, я понимаю, вас обидели над демократом. Либерал. Да нет, просто была ссылка на государство Израиль, которое я немножко знаю. Значит, смотрите, коллеги, когда осуществлялся обстрел мирного населения Израиля иракскими эскадами, в ходе войны в Заливе, Соединенные Штаты категорически под санкциями, угрозами оторвать голову и перестать вообще дружить, а Израиль гораздо более уязвим, чем Россия, относительно любых санкций Соединенных Штатов, запретили даже смотреть в сторону Ирака. Соответственно, операция по уничтожению ракетных установок СКАД израильским спецназом и вертолетчиками производилась без того, чтобы американцы об этом услышали ну, лет через 10 после того, как она завершилась, что-то там просочилось. И ничего. Не нужно полагать, что Соединенные Штаты относятся к нам хуже, чем к своим собственным союзникам. Они ко всем так одинаково совершенно относятся. Это надо учитывать. И, честно говоря, меньше обращать внимание на различные пугалки, а больше делать то, что необходимо. По старой арабской поговорке не слушай, что тебе говорят Соединенные Штаты. Ты делай то, что делают Соединенные Штаты. И это, видимо, Россия и должна делать, в том числе мы. По старой арабской поговорке прямо сейчас реклама. В Соединенных Штатах она тоже есть. Вы очень правильную мысль сказали, потому что как действительно назвать людей, которые виновны в том, что сегодня продолжается геноцид на Юго-Востоке. Как иначе назвать, когда лежат трупы рядом с аэропортом Донецка, и тех, которые пытаются их вынести, снайперы убивают. Как иначе назвать, что сегодня в Славянске разбомбили детскую больницу. Вот как это назвать, когда приходит информация, что использует запрещенное оружие, да, там и пехотные мины, и разрывные пули, так может быть действительно впрямую вывести список военных преступников, чтобы у них было понимание. Только вывести. Нет, вывести список и дальше просто объявить, что мы вас будем судить. Вы военные преступники. Не важно, как вы называетесь у себя. Для нас вы иначе, чем военными преступниками, не являетесь. Коломойский, Ярош, Аваков, вот все вы, которые наслаждаетесь убийством женщин, детей и стариков, вы все ответите. Я хотел бы привести, на мой взгляд, очень характерный пример, который иллюстрирует то, что сказали мои коллеги. Он не имеет отношения к Украине, но тем не менее, несколько лет назад в Соединенных Штатах Америки один из перебежчиков из нашей советской, российской разведки за обедом подавился куском мяса. Вот бывает же такое. На мой взгляд, очень характерно. Потому что он предал страну ради каких-то материальных благ. Я помню, у одного перебежчика также вдруг дорогу не там переходил, под машину попал. Ну, знаете, с перебежчиками, они же преступники и предатели, с ними иногда происходит очень странная вещь. Вот коллеги напомнили о существовании спецназа у государства Израиль. Безусловно, у России тоже есть прекрасный спецназ. Но мне кажется, что сегодня есть армии Донецкой и Луганской республик. И после того, что там творят каратели, эти армии будут расти, усиливаться, туда будут постоянно приходить новые люди. Поэтому я думаю, что армии Луганской и Донецкой республики вполне могут заняться ликвидацией военных преступников. Более того, я думаю, что они обязательно вспомнят опыт партизанской борьбы, который на Украине колоссальный. Давайте вспомним яркий факт, когда Коха, Гауляйтера Украины, убили, подложив бомбу ему под кровать, собственно говоря, под матрас. Так что я думаю, что через некоторое время государственные преступники на Украине перестанут спать спокойно. Армиям Донецкой и Луганской еще предстоит стать армиями. Пока это... Формирование вооруженное. Действительно, список военных преступников должен быть. Если его даже никто не признает, кроме Российской Федерации и тех же повстанцев в Донецке и Луганске, это уже будет... Ну, это серьезное дело. Здесь нужна работа юристов. Более чем достаточно. Но, когда я сказал, что предстоит еще создать армию, вообще, я считаю, сейчас ключевая задача это помочь Новороссии, собственно, создать государственные институты. Потому что различие ситуации для нас очевидно. В Крыму были легитимные органы власти, там было российское военное присутствие, и мы отреагировали на волю народа. В Новороссии законные ранее существовавшие органы власти разбежались, российского военного присутствия нет, референдум прошел на такой шаткой законодательной базе, хотя достаточно очевидно выразил волю народа. Но вот сейчас Новороссия, если она действительно хочет обрести суверенитет, а явно это желание существует, она должна становиться государством. Для этого нужно создавать государственные институты, для этого надо формировать законодательные органы, для этого надо иметь легитимную исполнительную власть. Для этого надо иметь уже не ополчение и не повстанцев, а надо иметь армию Новороссии, соответствующую структурой командования. Необходимо иметь собственные пограничные силы, которые будут контролировать границу между Россией и Новороссией, и Новороссией, и Украиной, и так далее. То есть это создание именно таких государственных институтов, это сложная работа, кропотливая, но которую надо делать быстро. И здесь как раз российский опыт, это российская помощь, может быть очень к месту. Я хотел бы обратить внимание на... Я бы хотел чуть-чуть не согласиться. Это всё можно делать, когда не идёт фактически уничтожение населения. Можно делать одновременно. Одновременно очень сложно. Для того, чтобы... Первая задача, как мне кажется, это сделать так, чтобы атаки прекратились, что те полевые командиры, которые участвуют в уничтожении, те офицеры, которые участвуют в уничтожении, получили по заслугам, грубо говоря, несли ответственность. Вот как только вот такое массовое, действительно, там 5-10 человек, таких вот, так скажем, хлопцев, ликвидируют, то тогда, то тогда ситуация будет коренным образом меняться. И вот после этого, когда ситуация стабилизируется, когда не перестанет геноцид, можно формировать и, так скажем, помогать формировать... Это понятно, как реагируют народы Украины. Вот когда нам показывали, да, часть в Луганске, куда пришли матери призывников и просто отбили своих детей у офицеров. Просто забрали своих детей и сказали, что мы не хотим, чтобы они были пушечным мясом, и мы бы им не для того вам дали детей, чтобы они воевали со своим народом. Вот это как раз... Абсолютно. Очень яркий пример отношения, отношения людей происходящих. Но Украине показывают так. Но Украине показывают, что террористы, прикрываясь женщинами, ворвались в часть в Луганске и всех в пленях. И вынудили всех сдаться. Вообще надо сформировать комитет украинских матерей, который бы как раз вот эту вот работу бы и производил. Надо финансово поддержать их, организационно, чтобы они по всей Украине, вот эти матери, которые потеряли там своих людей, действительно пикетировали вот эти военные части, разрывали напрочь командиров, которые туда отправляют. Соответственно, вели информационную работу. Но это должны быть внутренние, так скажем, силы. Но все надо делать системные активы. Системные активы. Вот вы сказали, что лучше по очереди. Мне кажется, что абсолютно прав наш друг, что нужно делать очень жестко, системно, быстро и в том числе вот в отношении расследования. Только я считаю, что нужно обязательно не просто документировать, а нужно писать уже обвинительное заключение с конкретными фамилиями и с конкретными действиями, которые к Нюнберскому процессу. Он сам просится. Он сам просится. Нюнберский процесс, вот, кстати говоря, поднятие материала Нюнберского процесса. Действия-то те же. Они только учатся у Нюнберского процесса, у фашистов, а мы должны учиться у международного суда, как их судить и вешать. И пусть этот суд пройдет славянскому. Это будет справедливость. Но здесь очень важный момент. Ведь сейчас Западная Европа пытается сказать, что Бандера и Шухевич, они никакие не нацисты, не фашисты. Они националисты. Да, националисты в Европе есть. Они никакие не преступники, о которых говорил Нюнберский процесс. Они борцы с советским режимом. Ну, пришлось сносить армию, там, в армию вермут. Ну, пришлось уничтожить население еврейское Львово. Ну, пришлось поучаствовать в расстреле Бабиево-Яры, где было 1200 подонков из Упал-Унсу, расстрелившие там людей. Ну, какая разница? Это же можно простить. Они боролись с плохим советским союзом. Я прошу прощения. Когда мы говорим о том, что надо формировать армию Юго-Востока, да, и усиливать, чтобы она могла наступать, и когда мы говорим о процессе, надо понимать, что мы говорим о двух вещах, исключающих, то, по крайней мере, последовать на следующих друг за другом они не могут быть одновременными по одной простой причине. Ну, я уже два или три месяца говорил, что независимо от того, что об этом думают там российские народы или российское руководство, по-моему, мы сейчас все одинаково думаем, Россия вовлечена в конфликт на Украине в качестве стороны участницы. Так вот, если создает... Эмоционально, то точно. Если вдруг кто-то спрашивает, скажите, пожалуйста, откуда вдруг у армии Юго-Востока взялись те четыре танковые дивизии, которые сейчас наступают на Киев, не знаем, нашли где-то, да? Но... Нет, у нас, мы обычно, зачем-то так. Да где угодно можно купить. Да. Да сейчас можно купить. Но в это время, в это время все равно открыто окно для диалога и, так сказать, потенциальным партнерам России все равно нужна условно признаваемая власть в Киеве, которая будет сидеть с той стороны стола переговоров. А вот если мы говорим, что вот это военные преступники, то дважды их назвать военными преступниками нельзя, и это играть назад нельзя. Тогда с ними за стол переговоров уже садиться нельзя. Тогда может быть только судебные процессы. Тогда может быть только полное освобождение Украины от фашистов. И это правильно. И это означает, что Россия исчерпала возможности переговоров со своими европейскими партнерами и что речь уже идет просто о военной операции, в результате которой эти люди сядут на скамне у подсудимых. Есть одна только неприятная подробность во всем этом. Когда мы говорим о миротворческой операции, да, там, принуждение к миру Украины вместе с Евросоюзом, которому газу захочется, надо понимать простую вещь. Этого не будет. Ну, не будет никакой Евросоюз, армия Люксембурга, я не знаю, Лихтенштейна и всех остальных мощных держав. Вот эти, там, Белоснежка в виде Соединенных Штатов, она воюет. Все остальные, там, 28 гновов, которые гуляют в виде Евросоюза, они воевать не хотят, не могут, не будут. И нахождение на восточной границе Евросоюза такой черной дыры, как Украина, вообще-то говоря, вполне их устраивает. Это совершенно не французская и не немецкая модель. С моральной, теоретической и всех остальных областей. Да, но до той поры, пока бригады уголовников не являются, там, сухопутными пиратами на чешских и польских дорогах, как это было в начале 90-х годов, пусть это будет русская проблема. Поэтому, к большому сожалению, это наша проблема и заниматься и де-факто, разоружая, забирая тяжелую технику, ликвидируя лидеров националистических и фашистских группировок, к сожалению, придется только нам. Потому что, как работают наши западные коллеги на самом деле в поле, более-менее видно, как они умеют, по Югославии, по Ближнему Востоку, ну, когда Бундесвер говорит в Афганистане, что они выполняют там гуманитарную миссию, а не воюют, ну, выясняется, вермахт был армия, Бундесвер они что, на Украине будут выполнять какую-нибудь другую гуманитарную миссию, кроме прикрытия всех тех группировок, о которых мы сейчас говорим? Не будут. А тогда какой результат? Я позволю себе обратить ваше внимание на то, что в случае, если российские войска останавливаются на границе 1939 года, а полякам, венграм и прочим румынам делается недвусмысленное предложение. Заберите ваши земли? Заберите ваши земли польскому, венгерскому и румынскому правительству. О чем венгрии уже говорят? Им просто будет очень сложно объяснить своему народу, отчего же они не восстановили историческую справедливость и не отправили войска защищать свои земли. А вот когда они туда войдут, то бандеровщина это будет их проблема. Это да. Я правда думаю, что историческая справедливость, особенно в условиях Российской империи, требует возвращения многих территорий под русский флаг. Так что я думаю, сейчас сдрогнут финны и прочее. Но ты еще Гавайские острова с Калифорнией вспомнил. Абстасия, да. Запор трос в Калифорнии. Было бы неплохо. Было бы неплохо. Получается ведь, что мы не одни. Ведь благодаря медвежьим танцам США нас стало очень активно поддерживать Китай. Вчерашнее подписание в Астане Евразийского союза это просто такой прорыв в будущее, который мы сейчас еще даже до конца не понимаем. То есть, это может быть вообще отправная точка совсем иного развития, по крайней мере, вот этой части суши. Особенно важно, что это соглашение подписано в нынешних политических условиях, когда оказывалось давление, но по крайней мере, очень сильное давление оказывалось на Казахстан, насколько мне известно. Американцы до конца были уверены, что они оторвут Казахстан, и ведь не случайно Клинтон говорил, что ее стратегической задачей является недопущение существования Евразии. Назарбаев даже не приехал на торжества в Москву ради того, чтобы встретиться замгоссекретаря там, который как бы приехал с пряниками и еще там кое с чем для того, чтобы действительно повлиять на их позицию. Очень правильно вы говорите о том, что в этой ситуации мы не одни. Хотя, конечно, вот в наличии разного рода поддержки нашей здесь очень много нюансов. Ну, можно сказать, что, во-первых, по большому счету нас поддерживает не только Китай, но в значительной степени и Индия. Если говорить о, скажем, форматах глобального управления таких как 20-ка, то в целом страны БРИКС с нами, и они уже как бы дали отпор там попыткам некоторым западных стран сказать, что Россию нужно не только из восьмерки исключить, но и из 20-ки. Но, действительно, самые у нас сейчас благоприятные отношения развиваются именно с Китаем. По широкому спектру вопросов, включая и военное, и военно-техническое сотрудничество. Я начинал в значительной степени это сотрудничество, когда был первым заместителем министра обороны. Я видел, что тогда Китай был еще другой. Это было 20 с лишним лет назад. Он не был таким великим и могучим, как сейчас. Он еще не претендовал на роль второй сверхдержавы. Но было ясно, что это поднимающаяся сила. И даже тот Китай был нам крайне нужен для того, чтобы мы не слишком сильно смотрели на Запад. В то время, к сожалению, вы знаете, настроения большей части нашего политического класса были прозападные, чрезмерно даже прозападные. Сегодня маятник качнулся в другую сторону. И крайне важно, конечно, то, что произошло на последнем саммите в Шанхае. Подписаны очень важные соглашения, подписан очень большой и очень содержательный документ совместный двумя лидерами Китая и Российской Федерации. Важно теперь выполнить то, что там подписано. У китайцев есть определенные они долго шли к этому документу. Я думаю, что лет 15 по крайней мере. Мы, может быть, как бы созревали быстрее и действовали здесь активнее, особенно последнее. Но я считаю, что заложена принципиально важная, конечно, основа для нового баланса сил в мире. Безусловно. И для Соединенных Штатов то, что произошло, это, ну, я бы сказал, крайне отрицательный вариант. С точки зрения многих оппонентов Обамы, это как раз то, чего должны были больше всего опасаться США в долгосрочной перспективе. Ну, поэтому и истерик. И у меня сейчас к вам просьба очень коротко. Неделя осталась до инаугурации. Что ждать за эту неделю? Да ничего не ждать. Я действительно наблюдал бы за Майданом, это самое веселое. Ну, и, конечно, я боюсь, что до этого времени постараются как можно больше продвинуться на востоке, и, значит, можно ожидать больше крови. С нашей стороны, конечно, должны быть предприняты все усилия для того, чтобы этого не произошло. И, я думаю, надо попробовать использовать саммит в Нормандии для того, чтобы убедить и западное сообщество, чтобы все-таки кровопролитие было остановлено. Я считаю, что нужно как можно больше информации о преступной деятельности военных преступников, чтобы как можно больше людей в мире, в том числе и в Европе. Есть все-таки и в Америке, и в Европе много людей, которые бы хотели знать объективную картину, несмотря на то, что они смотрят телевизор и видят то, что им показывают. Они тоже научились думать. Поэтому как можно больше информации о том, что делали фашисты на Украине, западная Украина. Побольше пропагандировать Ярослава Голлана, которого, кстати, тоже убили бандеровцы. Владимир Павлович Беляев, который описывал очень много объективных документов, все, что было. Как можно больше информации правдивой, объективной. Максимально полгода до коллапса Украины. Это есть факт, который говорят полевики. Что бы ни делали, Украину как экономику уж точно не спасти. Государство не может существовать в состоянии Сомали. Информационный удар с упором на, в том числе, страны Восточной Европы, потому что там резали всех, включая и поляков. Минимальный оптимизм по поводу самой даты, потому что, ну, хорошо, будут у вас инаугурации. И действительно, максимально сдержанная и жесткая позиция в отношении российских интересов. Ну, во-первых, попытаются залить кровью Донбасс, быстро провести вот эту контртеррористическую операцию, грады и прочая тяжелая техника этому соответствует, для того, чтобы инаугурация в кавычках прошла в таких вот тихих, в тихом режиме. И второе, конечно же, вот мы вчера в Крыму слышали, что были террористы пойманы, скорее всего, они попытаются на приграничных территориях провести какие-то террористические акты для устрашения местного населения. Я хотел бы напомнить, термины, термины, термины. Не контртеррористическая операция, а мятежники совершат преступления против жителей Юго-Востока. Это первое. 6-го числа Порошенко, который абсолютно не самостоятельная фигура, поедет отчитываться. Первый отчет. Поэтому ему нужно что-то предъявить своим руководителям и кураторам. Поэтому, конечно, Порошенко и сегодняшняя Украина, смотрите, они даже инаугуруацию назначили. Сначала съездил и читал со шестого, потом вернулся и седьмого тебе, так сказать, корону на голову возложили. Ну да, это же не случайно выбираются. Поэтому все очевидно. Я думаю, что действительно до седьмого числа может и дальше будет нарастать интенсивность боевых действий, будут попытки полностью защитить Донбасс, в том числе с применением неконвенционального оружия. Я абсолютно уверен, что параллельно в информационной и в дипломатической сфере будет нарастать давление на Россию с одной стороны и предложение разных форматов переговоров с другой стороны в качестве операции и прикрытия для того, чтобы, не дай бог, с полевыми украинскими войсками ничего там на Донбассе не случилось. Для того, чтобы дать возможность довести зачистку до конца, потом развести руками и сказать, ну видите, новая политическая реальность. Я здесь мало что могу добавить к тому, что сказали коллеги. Могу сказать, что действительно нам предстоит сейчас вот в краткосрочной перспективе еще более сложный этап применительно к украинскому кризису во всех отношениях и к тому, что происходит на юго-востоке страны, Донецке, Донецкой области, Луганской области, Новороссии, и применительно к тому, что происходить будет в дипломатической и политической сфере. Я считаю, что, наверное, наша пропаганда, так уж прямо откровенно скажем, должна стать еще более изощренной, массивной, работать не только на английском языке. С китайским направлением все нормально, там нас понимают, если почитать Синьхуа, Жень, Меньжи Бао, там еще более откровенно, чем государственные руководители говорят. Но с Европой я думаю, что можно работать еще больше и глубже и на французском, и на польском, и на немецком, и на итальянском языках. И это обязательно даст какие-то свои результаты в определенный момент, но не так уж быстро, как нам бы хотелось. Сегодня на передаче было сформулировано несколько подходов, которые, мне кажется, очень важными, хотелось бы их закрепить. Во-первых, надо бороться за немедленное прекращение огня и введение бесполетной зоны в Новороссии. Затем необходимо всем поддержать акцию «Спасите детей Донбасса от украинской армии в социальных сетях на английском языке, на русском, то есть вывести это в мировые лидеры и через социальные сети, так как официальные СМИ молчат, распространять максимально подробную правдивую информацию о злодеяниях фашистов, которые они устроили во время каратной операции против детей, женщин и стариков. То есть надо бороться за то, чтобы спасать людей здесь, сейчас. Завтра будет окна. Это был специальный выпуск программы. До встречи в воскресенье. С вами был Владимир Соловьев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова